Дождь в квартире Елены Стрельниковой начался ночью 4 ноября. Виной всему ураганный ветер, который бушевал неделю назад и повредил крышу, а также неспешность управляющей компании. В итоге вода с крыши протекла до первого этажа. Протечки я увидела еще во вторник, сходила в ЖКО, засняла угол еще, да, угол засняла у меня, там с балкона видно, что что-то ураганом снесло. Все сходила, показала в ЖКО, попросила прийти, посмотреть, что творится на крыше. Но пришли не сразу, не в этот же день, только пришли в среду, на следующий день, засняли, отправили в управляющую компанию. Звонила в управляющую, я не дозвонилась. Когда на улице потеплело, усилилась и копель в квартире. Дозвонились до аварийной службы города Иваново. Только с их помощью управляющая компания вышла на связь. Ремонтировать крышу начали только когда половина подъезда уже осталась без газа. Приехали сегодня в гости к моим родителям, хотели посидеть за столом, праздник отметить. Но оказывается, у них все очень плохо, все течет. То есть мы не можем ни приготовить, ни чай попить, ни поесть, даже умыться горячей водой. То есть мы не можем, потому что колонка течет везде, кухня, то есть по всему периметру течет. Светом в квартире пользуются, но с большой осторожностью. Внуки у бабушки бывают часто в гостях, но ходить по комнате в резиновых сапогах тройняшкам пришлось впервые. Сегодня тоже хотели мы покушать, пообедать праздничный, обед накрыть, но ничто не получилось, потому что отключили газ. И поэтому даже есть добрые соседи, чайник предложили разогреться, это прийти, которые по другому стойку находятся, их не отключили. Вода просочилась и в подъезд. Подтеки на стенах с первого по пятый этаж. У соседа этажом ниже в квартире тоже вода. Повезло, что потолки натяжны, и ущерб новому ремонту нанесен не такой тяжелый. Я вниз ходил, предупрежал соседей, до них уже вода дошла. На квартиру навстречу, там до второго этажа уже вода дошла. Четыре этажа протопить, это, конечно, очень много. Как сообщили управляющие компании, в воскресенье крышу отремонтировали. Теперь хозяева пострадавших квартир могут собирать документы для возмещения ущерба. Копию паспорта, свидетельство о право собственности квартир, то, что они действительно там собственники. И куда нужно, если перечислять на расчетный счет, то копию расчетного счета. Если у них акт есть, по акту составляем смету, и эта смета идет на возмещение. В том, что ситуация впредь не повторится, жильцы не уверены. Год назад крышу уже ремонтировали, потому что в квартире шел дождь. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.